Я что-то думала. Приду из школы, прибегу, посмотрю, научусь. Фигушки, да? На вебинары надо ходить. Надо было в прямом эфире родителям включить вчера. Как делать 150 баллов? Точно! Чё я не подумала? Да, да. Растерялась, да. 25 родителей. Интернет у меня есть. Укран открыл от товарищей родителей. Делаем бизнес-класс. 150 баллов. Быстренько все. 25 на 150. Сколько это получается? Много. Ну да, надо посчитать. Посчитать. На телефоне кто-нибудь быстренько. 5 на 150? 25 на 150. О, так уже политикацию мы прошли в Болгарии практически. 3 750. Вообще красота. Мы уже тут директора всех. Ну, правда, у меня есть там консультанты среди родителей, которые делают небольшие заказы. Не 150, но делают. Итак, Света, привет. Слышишь? Алло. Да, привет, привет. Привет, да. Основной акцент. Во-первых, первый акцент это сопровождение, да, кроме рекрутирования сопровождения. Обязательно. И следующее у нас, на что сейчас идет, это завершение каталога. У нас осталось 3 дня. Сейчас у нас ситуация такая. У Тани Кашаева 70 баллов до 9% не хватает. В принципе, это вполне реальная, ну, как бы, да, задача. У Ирины чуть-чуть. Вполне волненная, да. Да, но если цель поставить и каждого лично обзвонить там и Ирину. Так вот, раз случайно ненароком на менеджерский уровень выкинем. Смотрите, о, и звезда появилась у нас, да. Смотрите, что я сегодня сделала. Ну, во-первых, я обзвонила еще раз терминирующихся, с которыми я договаривалась созваниваться на этой неделе. То есть с кем-то я на прошлой неделе говорила. И с некоторыми из них, ну, кто-то мне сказал нет абсолютно. А с некоторыми мы договорились созвониться на этой неделе. То есть из них несколько человек захотели сделать заказы, чтобы остаться в системе. То есть сейчас это нужно просто за ума довести. Ай, чешется. У кого там что чешется? Ручки, наверное, уже чешутся. Быстро-быстро, да. Левая или правая? Какая там с деньгом? Не знаю, у меня всегда левая. У кого какая? Ясно, у всех свои приметы. Главное, чтобы чесались. То есть сейчас с кем договаривались по поводу заказа? Довести до конца. Свет, получилось с Ириной созвониться? С Ириной, да, списалась. Она, у нее не получается. У нее получилось. Я говорю, я хотела заказать один карандаш, но к ним идут каталоги и доставка. Я говорю, каталоги отмени. Она говорит, не получается отменить. Ну, в общем, не срастается такая вся, не получается, и все. Я вот сейчас хочу, думаю, предложить ей самой мне сделать заказ без каталогов, но не знаю. Ну, доставка... Сколько стоит доставка? Сейчас скажу. 67 рублей. Ну, вот если каталоги отменятся, можно на это согласиться. Просто я могу, конечно, первый раз ей заказ разместить, но это, блин, все равно. А что, каждый раз буду делать? Просто хочется какой-то самостоятельности. Если, да, у людей пойти вот у таких, это на шею сразу садятся. Да. Вот, я поэтому подумала, я уже ей говорю, мне говорят, подружки в основном, Эйван там все покупают. Я говорю, ну, в Арифлейм, говорю, можно не только косметику там, а на это, говорят, мы типа это не зарабатываем. Я говорю, вам предлагаю заработать, господи. Вот, ну, в общем, не это. И у Сергея тоже. Я сейчас звонила, у него нет, в этот каталог у него нет заказов больше. Ясно. Вот, а вот... Ирина, да, я тогда сделаю за нее заказ. Ну, там у нее небольшой будет, но все равно хоть какой-то. По крайней мере, она остается... Она не вылетит. Она не вылетит. Да. Да. Она либо вылетит, либо не вылетит. Угу. Я вообще говорю, жизнь меняется, то, что сейчас неинтересно там, да, или пока времени нет. Через полгода, через год все может поменяться кардинально, и человек, ну, будет искать возможность эту. Но уже все с нуля придется начать. А тут через год, как Наталья Петрова сказала, да, будет команда в тысячу человек, по-любому. Вот, поэтому доведи. То есть можно зубные пасты предложить. Они сейчас идут с очень хорошими скидками. Зубная щетка, зубная паста мне очень нравится. То есть я сама пользуюсь только нашей зубной пастой, больше ничего не беру, никакую. Вот. Что там еще? Там есть набор пралине, прям для рук мыла, да, мужчинам там может быть набор какой-то. Ну, то есть вот тебе твоя задача довести. Ну, я думаю, что она только вот себе карандаш закажет. Я так понимаю, что денег нет. Она просто хотела зацепиться за это, за уходящий поезд. Ну, вот я сейчас с ним созванивалась. Он мне, я ему отправила этот логин и пароль. Он сказал в интернете посмотрит сегодня, и завтра мы с ним созвонимся, он мне скажет. Ну, ладно, хорошо. А заказ за Ольгу вчера тоже я отправляла. А, у нее есть проблема, да? Она сказала, я так, говорит, ты не могу зайти. У меня, говорит, как вот с прошлого раза, говорит, выдает ошибку, так и все. Я ей звоню, вот я говорю, если Чогуя не получится, я говорю, ты мне присылай все коды, я говорю, я тебе все отправлю. Вот она мне все скинула вчера, я вот отправила. Так, что так. Так, дальше. Кто у нас, а, еще вот Вероника Жернакова в Саратове она живет. Мы с ней договорились завтра созвониться и заказ отправить тоже. Так, теперь. Ирина, с новичками не созванивалась? Я с новичками, я списывалась с новичками. Получается, вот девочке вот этой, которой 15 лет было, вот я ей отправила вот сообщение и Зайцеву Сергею. И они такие сразу откликнули, что нужно делать. Я им написала то, что нужно выполнять свой функционал, да, то есть приглашать людей, да, сделать заказ на 150 баллов, отправила видео. Они, короче, так и не ответили. Ну, видно, подумали, что, типа, заказывать надо, но, в принципе, тут на это и рассчитывала, скорее всего, что так и будет. Вот с Верой, которая, Венера, вот пыталась связаться. То есть я ей звоню, у нее постоянно недоступен телефон, ВКонтакте я ей пишу, а она, получается, сообщение читает, но она мне не отвечает. И я не знаю, что делать. Просто она такой вот человек хороший, да, мы с ней в последний раз хорошо так поговорили, и она вот мне не отвечает. Я не знаю, что случилось вообще. Вот, и так было бы круто, потому что она говорила, что, когда она лежала в больнице, она говорила, что она уже собирает заказ, что она даже готова была там что-то заказать. Вот, и вот сейчас я не могу с ней связаться. Вот как-то так. Я не знаю, что можно сделать вот в таком случае. Ну, мы можем давать информацию, Ирена, но не трать силы на переживание из-за этого. То есть по-любому будут люди, которые сначала скажут да-да-да, потом, ну, как бы, да, уйдут. По-любому будут люди, которые скажут, у меня есть заказ, но потом будут молчать. Вот. Просто напомнить, да, что, ну, напоминаю, там, остался последний день каталога. Я сейчас вот после планёрки сяду, сделаю смс-рассылку всем, во всей команде, да, и вы в том числе получите, что остались там последние два дня каталога, успеть разместить заказы и получить их 23 февраля. Ну, вот с таким смыслом будет. Вот, поэтому, ну, как бы, да, ну, если она не захочет, ты не сможешь ничего сделать, так ведь? Да. Поэтому не тратьте энергию и силы на, ну, вот это вот, да, на переживание, вот, что мне делать, как мне быть. Хорошо? Угу, хорошо. Так, у меня ещё... Он, видимо, номер телефона неправильно дал, то есть я не могу позвонить ему. Коншин. Можно попробовать на почту написать. О, кстати, да, спасибо за идею. Ещё есть Елена Николаева, она тоже мне вообще, она даже сообщение не читает. Тоже на почту отправляй. А Майя, Алтана, они что? Так, Майя, Алтана, вот, с Майей, Майей я писала, она не отвечает, а Алтана сегодня день рождения, я её поздравила, вот, но про заказ я ей пока ничего не говорила. Я думаю, сегодня день рождения. Да, завтра тогда созвонись и напомни, что завершается каталог, она может разместить любой баловый заказ. Так, хорошо. Так, кто у нас там ещё? А, Акулин Иван, Свет, что там с ним случилось? Не знаю, я ему в чат написала, он мне не ответил, я ему звонила, он звонок сбросил. Угу, ну, в принципе, и его как бы их право. Ну, я понимаю, да, он начало очень активно начал участвовать, и как-то встух, когда моего племянницы попросили удалить чата. Мне тогда показалось, вот с этого момента у него начался какой-то перелом, он перестал появляться на вебинарах, перестал писать в группе общей. Вот, а что у нас там Стофеев же был, да, вот я Стофееву сегодня позвоню, он же что-то там хотел. Ну, я с ним когда говорила, Стофеев это который... Не-не-не-не, Сафонов. Сафонов, да. Да, я Стофеева всё время Вадимом путаю. Сафонов, я ему скинула вчера данные, его скинула на видео, нужно просто довести уточники, заказы запустить. Напомню. Вот, я ему, наверное, сегодня вот сейчас вот планёрки завершу. Я ему наберу, не планёрки в смысле, вебинары все, потому что я тут не успею, наверное, между планёркой и вебинаром. Иди, гуляй, потому что ещё с собаками вышло гулять. Вот, потом наберу, поговорим с ним, если он хотел. Левицкий тоже у меня. Он же так ко мне в контакты не добавился, Левицкий. А я ему скидывала. Я ему в итоге всю информацию, все эти приветственные, все четыре письма, я ему скинула. Мы же с ним в Фейсбуке переписывались. Вот, я ему туда всё скинула, тоже не алло, на телефонные звонки не отвечает. Я не знаю, вначале так загорелся тоже, я с ним разговаривала. Как-то в субботу я до него дозвонилась, он да-да-да, там он руководящий должность занимал. Не знаю, может, кто сказал, что типа ему не солидно. Я не знаю, в общем, почему, не буду придумывать. Вот. А Игорь Черенко, он с этой СМС от тебя, с шестью процентами ко мне аж два раза приходил. Я ему пишу, говорю, для того, чтобы получить... Во-первых, говорю, по ошибке тебе пришло, не к тебе адресовано было сообщение, просто однофамилия, ну, похоже, да? Вот. А, ну, говорю, для того, чтобы, говорю, вообще, работать, говорю, получать, говорю, доход, нужно, говорю, выполнять функционал. Вот. Я ему что-то писала, писала, потом тишина. Я ему говорю, есть у тебя ещё вопросы? Он нот из нот написал мне. Я такая думаю, ну и что с этим делать дальше? Вот я ему сегодня написала, я посмотрела вебинар Натальи Петровой, да, мне очень понравилась у неё система сопровождения, потому что у нас, получается, я пишу, посмотрите какое-нибудь видео, то есть не конкретно, надо... Вот мне понравилось, что у нас даёт три видео обучающих, да, потом созванивается, потом ещё три видео обучающих, и только потом добавляет в чат. Ну, ладно, с чатами как бы по-другому, а вот именно по последовательности представления информации такая чёткая система мне очень понравилась. Я написала сегодня ему, ну, Игорю говорю, вы готовы начать обучение? Я думаю, начну у него с нуля, начну ему скидывать последовательно, и потом с ним разговаривать над предметом, что он понял из того, что вот этот пикеда мне очень понравилась, что как бы осознанно люди должны понимать, что как бы 150 баллов – это как бы функционал, и чтобы они понимали, зачем. Мне кажется, вообще надо вводить, как правило, если кто-то хочет бизнесом заниматься, вот изыскивай возможности и делай 150 баллов. Да, ну вот Женя Бардасова, да, она так и говорит. Я, говорит, сразу прямо, чуть ли не новичку, который вот минуту назад зарегистрировался, я ему говорю. У нас функционал. Для активации личного кабинета заказ на 10 баллов. Если ты хочешь получать подарки и тебе нравится это, то заказ на 100 баллов, примерно на 4 тысячи. Если ты пришёл серьёзно на бизнес, то заказ на 150 баллов, это около 6 тысяч. Можешь сейчас делать заказ на 6 тысяч? Нет. Хорошо. Вот тебе, да, вот это, вот это, вот это инструменты, как это можно сделать? Ну, там, видео, презентации, вебинары и так далее. Ну, это как бы шоковая терапия такая получается некая. А я, кстати, у Наташи понявче немножко вход. Да. Знаете, но Женя работает только с холодным рынком. То есть она изначально, когда начинала, она только с холодным рынком начинала, да? То есть я представляю, какая у неё команда. Тоже много таких мёртвых душ, скажем так, которые там на какой-то волне энтузиазма зарегистрировались. Некоторые даже не поняли, что они там куда-то зарегистрировались. Вот. Я предполагаю, что таких тоже много. Вот. И она жёстко. То есть, понимаете, тут все по-разному работают. Если вот с каждым лидером поговорить, все по-разному. Женя говорит, я удаляю из чата всех неактивных. Другой лидер говорит, я оставляю всех, даже терминированных. Вдруг они, ну, как бы, да, со временем заинтересуются. Вот. Их можно по-новому же зарегистрировать, да? Да. Вот. Поэтому тут, ну, как бы, у всех свой опыт, своя практика. И вот прям сейчас всё с плеча рубить и всё заново начинать мы не можем. То есть у нас есть система? Пусть она и будет. Я почему сразу добавляю в чаты? Я, как бы, да, слушаю своего наставника. Наш наставник это Наталья Васильева. Эдуард всегда говорит, Наташа тоже, добавляйте в чаты, чтобы новичок попал в информационную среду. Единственное, что нужно сразу предупредить, что будет много информации. И звуковые оповещения можно отключить. Ну, чтобы не реагировать на них, на всё. Вот. А так, Эдуард всегда говорит, сразу добавляйте в чаты, чтобы новичок варился в этом. Наташа тоже самое говорит. Но я боюсь, что это вот пугает. Вот сейчас Светлана тоже подчеркнула. Ну, она тоже вот такая позиция. Вот я видео Петрова посмотрела. Мне тоже это понравилось, что сначала новичку информацию дают дозированно. То есть он разберётся посредством там двух-трёх видео, а потом уже в чат как бы дальше идёт. Каши у него не было информационной в голове. А с ней нужно на это тогда. А с ней мы говорим, что вот тебе два видео, за какой период ты его посмотришь? Там, допустим, два дня, отлично мы со званием говорим. Она каждый не так делает. Она делает, допустим, ну, по крайней мере, как я поняла из видео, да, что она даёт, допустим, задание на всего, на один день, посмотри это видео, да. Потом даёт следующее, посмотрел на тебе ещё одно видео. И так вот последовательно три видео, и потом после трёх видео она с ним созванивается и проводит некое, типа, собеседование. Я только сказала, да, только приближить. Получается, там у неё три дня, у неё получается на первые три, ну, можно сократить, там же они не очень длинные, можно дать три видео, написать первое, второе, третье, последовательно посмотреть. Мы с тобой созвонимся, например, через два дня, да, и нужно спрашивать, что ты понял, в чём суть бизнеса, откуда берутся деньги, вот, как ты думаешь там, вот, если ты там, ну, покупать в магазине, да, а зачем тебе это надо покупать в своём магазине, для чего, что это тебе даёт, то есть, задавать вопросы. И когда он уже осознанно отвечает, что ему даёт эта покупка в своём магазине, именно на объём 150 баллов бонуса, тут не мы ему доказываем, он сам тебе рассказывает о том, что зачем ему это надо. А когда он знает, зачем, мне очень фраза понравилась, он найдёт, как. То есть у него возникнет вопрос, как? А как, вот, пожалуйста, видео, как делать 150, как делать рекрутинг, то есть уже дальше, следующее видео идёт, объясняющий вопрос, как? Здесь, девочки, главное не затянуть этот процесс. На всё, про всё 72 часа. Можно, да. Вот на всё, на всё. Ну, пусть так, но всё равно так лучше, чем вот всё сразу. Это отталкивает и пугает просто. А кому-то, наоборот, это будет... А кому-то, наоборот, можно кого-то спрашивать. Да, поэтому тут не угадаешь. Я уже на этом, как бы, может быть, и можно добавлять параллельно, да, но вот именно последовательное видео давать, и именно потом делать некий опрос, чтобы человек... Потому что мы, по сути, берём любая работа по найму. Ты приходишь, ну, например... Я вот, например, знаю в банке один раз, у меня знакомая устраивалась, он месяц сидел, изучал нормативную базу, месяц, ему там куча всего. И потом ещё сдавал собеседование, проходил дополнительно. И не пройдя его, его олили обратно. То есть получается, что на каждую работу требуются какие-то нормативы. Даже внутренние просто документы, правила почитать, да? Те же самые вот наши... Ну вот, Светлана, как ты поняла, вот эти вот видео первые, она даёт до регистрации или после? Нет, что же после. Это уже после. Это сопровождение новичка. Понимаете, до регистрации мы можем человека заполнить информацией, а смысл? Ну, если просто даёшь ты три видео, не так уж ты много на него времени потратила. Можно, например, те же видео, которые... Вот она же говорит, там, возможности проекта, суть бизнеса. И не помню, там, какое третье видео она думала. Восемь видов дохода. А, восемь видов дохода, да? Мы же, когда на презентации мы даём либо возможности, либо как зарабатываем сейчас Эдуарда, да? Где суть рассказывается. Он, допустим, просто ознакомился, внимательно всё равно не слушал. Он просто пытался, как бы, вот, послушал, там, заинтересовал, не заинтересовал. А когда мы ему уже как зарегистрированному новичку даём задание, чтобы он для себя понял, в чём суть, он ещё раз пересмотрит это видео. Так, давайте сделаем так. Чтобы долго не размусоливать, каждый из вас сейчас, после планёрки, да, вот сегодня, в течение сегодняшнего дня, составит перечень видео, которые он считает необходимым, или она считает необходимым, отослать новичку, и в какое время. Ну, то есть, да, ну, вообще, сама компания даже говорит, первые 72 часа, они самые важные в плане сопровождения. Некоторые люди по 3-4-5 раз созванивают, некоторые лидеры с новичками, которые только зарегистрировались, на дню несколько раз созваниваются. Вот, чтобы именно первые 72 часа человека вовлечь и дальше уже сопровождать. Ну, у меня уже эти видео записаны на отдельном вордовском файле. Ты себе ютуб-канал-то сделай. Да. Зачем? Он у меня есть, но просто, чтобы не... Каждый раз открылась ты-то канал? Да, я открыла файл в папочке. Всё, понятно. А я каждый раз захожу на ютуб-канал, копирую ссылку и скидываю. Ну, вот она у меня вордовском. Девочки, делаем так. Видео номер один, номер два, номер три. Что по порядку? Да, да. И каждый свои идеи вкладывает. Пудюса. И в какой... А вот у меня вопрос. У меня вопрос. У меня вот у любимого Александра, у него не получается зайти на сайт именно Арифлейм. То есть на обучающий сайт у него получилось зайти, а на сайт Арифлейм у него не получается. Уже второй день. Я не знаю, что делать. Я спрашиваю, какой у вас браузер. Он написал, опера, по-моему. Я говорю, попробуйте скачать, например, Mozilla, да, ещё что-нибудь. Он такой пишет, ну, хорошо. Я ему вечером писала, говорит, я сейчас не буду этим заниматься потом. Но вот сегодня мы с ним ещё не списывались. Вообще, не знаете, из-за чего он может не заходить на сайт? У него сайт совсем не открывается, или он не может лично в кабинет попасть? У него выдаёт ошибку, там 404, вот ошибка. Сайт не открывается. Может быть, ошибка в ссылке. Что ж так? Ошибка в ссылке, может быть. Так, ошибка в ссылке. Всем такую ссылку отправляю, у меня нужно. Типичное письмо для всех. Там какой-то символ. Фудюша. Он знаешь, как может сделать? Он может сам набрать Арифлейм. Да. Арифлейм. Сам набирает Арифлейм, нажимает на... Ну, сам, самая первая она стоит. Ты перепроверь номер и пароль ещё раз. Вот. И сам попробует не по ссылке, а сам по вебинар. Хорошо? Хорошо, хорошо, спасибо. Да, хорошо. Итак, задание получили. Дальше, девочки, завтра вебинары. Да. Таня Кашаева. Твой звёздный час завтра. Личный бренд. Нет. Компьютер совсем дохнет. Ой. Педа прям с ним. Я его сегодня еле даже включила. Экран уже не хочет загораться. Так, давайте сделаем так. Светлана, успешный старт можешь взять завтра? А я возьму в старт. Да. Не знаю, у меня завтра... Нет, не замки на ручь. А, ручь. Да, всё, поняла. Успешный старт – это возможности проекта БМД. Да. Да, наверное, да. Хорошо, давай. 19.30 берём успешный старт. Так, а в 20.00 у нас в этом каталоге не было велмос вообще. Да. Давайте я велмос возьму. Давайте. Это в школе, да, будет? Школа. Да, да. Согласны? Фу. Да. Я завтра сделаю, Анна. Хорошо. Ладно. Так, и на следующий каталог сделаем Google-форму, Google-таблицу по вебинарам. Каждый вписывает в себя. Ссылку скину. И вписываемся по дням. Ирина, для тебя есть ещё задание. Сейчас, ну, говорили, да, Эдуард, Наташа активно рекрутирует тоже. В Краснодаре, в Краснодарском крае. И все, ну, вот все регистрации, которые идут оттуда, с вашего региона, они отправляют в твою команду, в нашу, в общую ветку. Смотри, сейчас вот вчерашний, да, Демешка, Шевчук, они краснодарские. Шевчук уезжает. Там сейчас Эдуард с ним ещё раз будет созваниваться. Демешка, я сегодня не дозвонилась. Тайсанша, Инна есть. Вот мы с ней договорились так, мы с ней долго говорили. Она сама пока, у неё так более, что повысили зарплату, и она пока вот как бы не может, да, на работе вместе с зарплатой. Я ей звонила, кстати, я ей звонила, у меня должна была быть регистрация, вот, она свой кабинет не активировала. Я ей позвонила, чтобы она активировала кабинет, вот, и мы с ней поговорили, она такая, мне говорит, что, типа, она, ну, отказывается сотрудничать, то есть у неё там более выгодные условия. Ну, мы с ней после этого хорошо поговорили, то есть я говорю, у вас уже в любом случае будет строиться команда, вот, так что вы к нам постарайтесь, например, сделать заказ в ближайшие четыре каталога, чтобы вы у нас сохранились. То есть вы когда решите уже вернуться, у вас уже будет огромная команда, и потом вы будете выполнять свой функционал и получать прибыль. Она такая прям, о, да, я такая, да, она такая дурно. Ну, мы с ней сегодня, я говорю, так что мы вас ждали. Да, в том же у нас не говорили, то есть мы вдвоём параллельно, получается, да, но говорили об одном и том же. И мы пока с ней говорили, она сказала, может быть, говорит, у меня дочь заинтересуется, по крайней мере, делать заказы, себе что-то брать, потому что, говорит, она, ну, как бы, пользуется всем. Ты с ней созвонись ещё раз, мы с ней договорились, что она с дочерью поговорит, и вы, может быть, лично с ней встретитесь. Ей 24 года, дочери. Она художник, она там рисует, у неё есть заказы. Но, в принципе, в городе вы, да, когда посвободнее, вы можете встретиться, ты ей можешь дать бумажный каталог, там поговорить, может быть, возможности бизнеса расскажешь сама по ситуации уже, да. Вот. Созвонись ещё раз. Ну, не сегодня, вообще она сказала, можно звонить в будние дни после пяти, ну, после работы. В субботу, в воскресенье тоже можно, ну, лучше во второй половине дня. Ну, вот в субботу, она говорит, я, говорит, скорее всего, трубку брать не буду. В воскресенье, говорит, да. Вот, посмотри сама, когда тебе удобнее. То есть, этим лучше на следующей неделе заняться, да? Нет, можно, допустим, завтра же позвонить. Если она сегодня с дочерью поговорит, завтра после, ну, вечером уже в воскресенье созвонишь. Тихо, я сказал. И там уже на выходные, может быть, договоритесь встретиться. Ещё раз, Инна Бутенко, да? Инна Тайсаева. Тайсаева Инна. А вы когда сетевые? Я говорила буквально полчаса, ну, не полчаса, а час назад. А, окей, окей. Вообще она мне сказала, вы, говорит, мне открыли глаза вообще на сетевой бизнес, потому что я считала, что сетевой бизнес – это большие тётеньки с кошёлками и сумками, которые ходят и говорят, всё натурально, всё натурально, покупайте, покупайте. Вот, я просто рассказала, что это официальный бизнес, что идёт, ну, деньги идут через расчётный счёт, платятся налоги там и так далее, и так далее. Вот, я, говорит, никогда бы не подумала, что это вот, ну, настолько всё глубоко и серьёзно. Вот, поэтому мне она очень понравилась. То есть, вот, я понимаю, что я хочу её в нашу команду. Такая очень интересная женщина, с ней просто нужно быть в связи. Приятная очень. Да, очень приятная женщина. Девочки, смотрите, да, когда вы общаетесь с людьми, вот, ну, вот у нас такая получилась, вы, когда говорите с людьми, вы же чувствуете иногда люди, которые, вот, ну, нравятся вам. Вы их не знаете лично ещё, да, по голосу, по разговору, они вам нравятся. Вот таких людей, просто с ними держать связь, быть в хороших отношениях. Вот, потому что, ну, кто знает, действительно, вот, стрельнёт и потом раз придёт и захочет развиваться. Любовь, а вот у меня ещё вопрос такой. Вот, помните, всё время на вебинары, вот, в последнее время заходит, вот, Артур Арушанян, но он не зарегистрировал у нас ещё. Вот, я вот с этим человеком, я с ним, вчера буквально у меня была с ним скайп-встреча, вот, он сам по себе, вот, мы с ним познакомились, да, вот, все дела, вот, он давно мне уже так вот пишет, но сам не регистрируется. Вот, и мы с ним решили обсудить, да, у него были вопросы ко мне, и он говорит, то, что у него вот есть опасения, да, что вообще, как, просто у него, как я поняла, оформлена инвалидность, да, какая-то он мне сказал, вот, а когда я ему сказала про ИП, он задумался, то есть он говорит, если я буду оформлять индивидуального предпринимателя, то, как, это пенсия, я так понимаю, она исчезнет. Вот, ну, я такая сама думаю, ну, всё-таки, что лучше, да, получать всё-таки, как индивидуальный предприниматель прибыль, да, или пенсию, ну, есть разница. Он говорит, у меня родители пытались заняться, но чем-то, как, не именно в Арифлеем, а в чём-то другом, вот, но у них там что-то не срослось. В общем, он, я так понимаю, немножко боится рисковать. И он такой говорит, вы можете мне, пожалуйста, скидывать ссылку там на вебинар, когда у вас будет, то есть, говорит, я раньше тоже вот, у нас была такая система, 8 лет назад тоже в какую-то систему такую же они хотели вступить, вот, но там, говорит, не было такого онлайн, то есть на вебинар надо было куда-то ходить, выдвигаться. Говорит, а у вас мне понравилось то, что онлайн можно смотреть, да, обучаться. Я говорю, ну, конечно, в отсылке, я говорю, просто было бы намного проще, если бы я вас зарегистрировала и вам был доступ на обучающий сайт. Вопрос мы обсуждали, да, Люба, с Наташей, вот, как раз, помнишь, я про Варину говорила? Если не хочет регистрировать ИП, очень просто решается вопрос. Понимаете, девочки, когда у вас будет доход 30, 40, 50 тысяч, вот эта вот пенсия, да, или, ну, можно это потом на маму он может, допустим, да, переоформить, мама будет получать деньги, как ИП, и ему передавать. То есть на ближайших родственников можно переоформить Ирин. То есть он сейчас регистрируется и потом переоформляет, ну, это трехсторонний договор будет между компанией Арифлейм, между ним и кем-то из ближайших родственников. Там даже можно, вот как Наташа Васильева объяснила, что в любой момент на свой вот этот номер Арифлейм можно присоединить близкого родственника. Да. И на него потом оформить ИП. То есть номер будет вот как вот у них, например, Эдуард и Наталья Васильева, да, а у него будет Артур и кто-то там еще, значит, его мама, допустим, там. А оформляет, он работает, на маму оформляют, и таким образом он денечки получает и пенсию получает. Я, наверное, сегодня напишу. Я ему напишу об этом. Как вы думаете, лучше ему написать, да, все-таки? Ну, лучше, да, ты ему сообщи, что есть такая возможность. В конце концов, пусть он уже регистрируется и в системе, ну, как бы команда, чтобы росла. У нас есть инвалид. Да, да, чем раньше, тем больше поднимут людей. У нас есть инвалид-колясочник. Он живет в поселке Ибреси, Миша Малинов. Сейчас он на уровне 15%. Он реально колясочник, он не ходячий. Но он даже в Чебоксары приезжает на мероприятие. Да, ну, его ребята привозят просто вместе, когда они приезжают. Его наставники, получается. У него, ну, как бы, да, мечта такая, цель. Он хочет экзоскелет себе. Ну, то есть вот протезы, экзоскелет, чтобы он мог ходить. И вот это вот его греет. Ну, я не знаю, какая инвалидность у Артура, да, как бы, по поводу чего. Ну, вот Миша, он не ходячий, он колясочник. Поэтому тут ограничений нет никаких. Вот можно даже эту историю рассказать. Если бы я найду и пришлю тебе эту историю, вот, а ты расскажи, что потом со временем может кто-то из близких родственников присоединиться, открыть ИП уже этот близкий родственник, а деньги будет получать он, ну, через близкий родственник. Все, понятно, понятно. Писать лучше это либо по скайпу, либо по звонку, ну, вот так вот, голосом обсудить. Там, что у него наверняка возникли вопросы. Так, все, еще вопросы. Мне кажется, он по... Можно, если я еще раз по скайпу с вами свяжусь? Ну, просто мне бы хотелось его вот на этот разговор, как бы, вывести, да? Чем раньше, тем лучше. Так, вопрос еще? Нету. У меня вопрос по ВКонтакте. Никак я не могу с этой страницы с рабочей не включать в нее контакт ни в другом браузере, ни в режим инкогнито, допустим, я когда включаю там через него. Он и запрашивает у меня и телефон, и пароль, и электронку, и все равно бесполезно, неправильно, ни пароль, ни электронка, ничего. То есть, если я, например, на своей рабочей странице работала, а потом перешла на свою личную страницу, то мне рабочую потом вообще он просто не загружает, вот никак. Я в ВКонтакте, вообще для меня, конечно, связь новая, я там особо не разбираюсь. Как вот там вот регистрируется? На один телефон сколько страниц можно? Нет, одна. Вообще, в последнее время на один телефон одна страница. Одна страница. Просто, может быть, там вбить другой телефон, и все? Да. Ирина, ты же привязываешь к электронной почте, да? Я номера привязываю к электронной почте, да, но сами номера я покупала на онлайн-сим. Там один номер ВКонтакте стоит 15 рублей. Я вот в чат выкладывала, могу еще раз выложить видео, как пользоваться онлайн-сим. Выложить? Да, пожалуйста, Ирина, да. Свет, выложим видео Даши Варовой, как она рекрутирует, Ирины Срабионовой, как она вебинар проводила, и Ирина выложит онлайн-сим. Вот эти три вебинара, они взаимосвязаны между собой. Дашу я уже смотрела. Да, а Дашу у тебя есть, я тебя смотрела. Ирина, вы делаете вебинар? Да. Там принцип тот же самый, только вот там как раз про онлайн-сим, только у меня не 10 страниц, а 5, а там принцип такой же. Вот это ВК в скавер тоже на компьютере можно найти. Ведь я сейчас могу скинуть... Вот Иринин, да, еще повторите, если можно, потому что я его смотрела давно, ну вот как сразу, первоначально, куда-то там залезла. Уже нет, нехорошо, да, помню. Сейчас я скину онлайн-сим. Так, девочки, на следующую неделю, сегодня, думайте, завтра уже будем составлять график. На три недели, на каталог, на третий каталог, график вебинаров, чтобы вы уже знали конкретно, и уже, да, ну как бы не дергаться каждый раз, когда я что веду, а заранее знаем, заранее планируем, и... Может, по дням недели сразу сделать? Да, ну вот подумайте, кому как удобно, и завтра мы это обсудим. Я сразу забиваю понедельник на успешный старт. Мне просто в такие дни мне некогда готовиться абсолютно. Ясно, Света, кроме успешного старта уже можешь брать другие. Ну, я просто знаю, что пока не получится, ну просто нет ни времени, ни уже сил. Я не хочу как бы жаловаться, но сейчас просто очень завал большой в работе. Ясно. Так, хорошо. Итак, задание первое, составить список видео для новичков, номер один, номер два, номер три, номер пять, там, кто считает сколько нужным, и выкладываем это в лидерский чат, и в какое время вы это хотите. То есть сразу будут регистрации там, да, но вообще имейте в виду, всегда говорят, правило 72 часов, первые три дня получается, да, первые трое суток, для того, чтобы, ну вот, человека вовлечь, и потом оставить в команде, чтобы он не потерялся. Так, это первое. Дальше. Второе. Думаем про вебинары, кто какой вебинар хочет. И у нас, смотрите, да, у нас нет общих мероприятий больших, типа веб-велнос-историй. Мы можем, вот мы, Ирина проводила в 6.30, рановато, да, не очень удобно. Можно по вторникам в 9 часов вечера проводить такие вебинары. Обычно по вторникам в 9 часов идут мужские встречи, вот, и, ну, в общем-то, они по одному и тому же сценарию идут, и кто-то может днем посмотреть, кто-то потом может запись посмотреть, да, вот. И по вторникам в 9 часов мы как раз можем проводить крупные мероприятия свои, да, типа велнос-историй, типа парад успеха и новинки каталога и так далее. Понятно? Можем даже там вебинары по продукции, потому что у нас по продукции вообще ничего нет. Ну, еще Костя обещала это, инструкцию по боту, я ее очень жду, потому что у меня получается, если я готовлюсь к вебинарам, у меня рекрутинг проваливается в этот день. Да, аналогично. Если у меня школа и родительское собрание, значит, я вообще пропала в этот день, день пропала зря. Ну, сегодня я как никогда все восемь страниц успела обработать. Красота, здорово. Так, вопросы? Пока вроде нет вопросов. Сейчас все скинула, два видео. Отлично. С новичками на связи до конца довести, заказы кому нужно, все помочь разместить, да, и вот о чем говорили, доделать. Окей? Окей. Планерку, мы вчера не успели связаться, потому что я готовилась к вебинару, то есть я аж еще проводила скайп-встречу с Артуром, поэтому мне не получилось с ними созвониться, к сожалению. Все, до встречи, в этом вебинарной комнате. Да, до встречи, до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok